Валентина Ильина В пансионате женщина чувствует себя как дома и в шутку говорит, что она местный старожил. Попала сюда после болезни. Жила я с внучкой. Внучка работает. Ухаживать за мной некому. Меня сюда поместили. Я считаю, что это наилучший выход для таких людей, как я. И таких, как Валентина Ильина, здесь еще 380 человек. За пожилыми людьми круглосуточно наблюдает персонал. Лечат, помогают, кормят, развлекают. В комнате трудовой терапии можно найти занятия по душе и своим возможностям. Часто подопечные пансионаты проводят время за этим сенсорным столом. Здесь есть карточки с заданиями. Например, поместите банку фасоль или горох, а затем все перемешать в одном пространстве. Это нужно для развития мелкой моторики рук. А вот уже рядом находится песочный стол. Здесь также можно рисовать различные фигуры. И предназначен он для улучшения психоэмоционального состояния человека. От читального зала до соляной пещеры и фитосауны. Бочку из кедра, кстати, везли с Алтайского края, специально для Симферополя. Но некоторых вещей все же не хватает. Это компьютеры, противопролежневые матрасы и термопоты. Бюджет обеспечивает все нужды подопечных. Но кроме нужд, которые бытовые, потребительские, также еще есть культурные нужды. И на эти нужды, конечно, мы всегда рады помощи добровольцев. Оказать помощь и поддержку может любой желающий. Одни самостоятельно, другие для благого дела объединяют усилия. Светлана Науменко присоединилась к еще молодому, но стремительно развивающемуся благотворительному проекту «Творцы». В данный момент мы занимаемся тем, что оказываем поддержку разнообразным центрам по всему Крыму. Это и дома престарелых, и детские интернаты. Это достаточно молодой проект. Мы занимаемся сбором средств не так давно, буквально на протяжении трех недель. Но уже есть хорошие результаты. Волонтеры работают не только в Симферополе. Керчь, Феодосия, Евпатория. Сейчас стоит задача собрать полтора миллиона рублей. Эти средства пойдут на покупку необходимых вещей для нуждающихся. Кровати, стиральные машинки, коляски и генераторы. Помочь может каждый. Для связи с координаторами проекта можно обратиться по телефону, который вы видите на экране. Наталья Жатько, Алексей Семенов. Утро нового дня.